короче говоря секрет соседа войдя в игру меня встретил какой-то школьник выяснил что можно его кастомизировать нашу милого школьника зовут сумочник но помимо него есть еще также девочка сбитый пацан сыщик невероятный изобретатель девочка поверившая в себя ну и конечно же скаут с рогаткой эти двое нифига не школьники о них чуть позже взял сумочника он может много утащить начал искать игру услышал подозрительные звуки спустя полчаса уши раздирающих звуков я смог наконец-то зайти в игру слава богу я оказался ребенком нужно было быть очень аккуратным ведь среди нас чужой первым делом начал поиски но не ключей а какой нибудь еды я же пухлый мне нужны питательные вещества пока искал наткнулся на ходячий фонарик я еще один пухлый бро чуть не офигели пока брал фонарик захлопнулись ворота в доме было слишком очково пошли с друганом бить окна нашел ружье думал что теперь я очень крутой и мне ничего не страшно заметил что кто-то бежит спрятался понял что подстрелил не того кого надо пошел вручать и подросток-переросток а ну отпусти его спас паренька но сосед куда-то убежал почувствовал себя крутым решил дойти до подвала посмотреть как дела вообще постоят увидел фиговую тучу висящих замков понял что мои собратья так и не нашли ключей взял томат снова сосед бегу на выручку чертово ружье в нем был все один заряд томатик во щпе выручает лови клея усатый ты маньяк промахнулся но не беда делаем ноги бежим надеюсь тот братюня успеет убежать пока шарился в гараже услышал чьи-то шаги кто-то ко мне приближался это был еще один школьник но доверять я уже никому не мог ведь сосед мог быть в любом из нас и уверен я был только в себе этот пацан повсюду бегал за мной он либо искал подходящий момент чтобы меня схватить либо он реально был с коником хотел спрятаться в ящик но не получилось слишком пухлый учуял запах шоколадки вкуснятина мисс шоколадка нашел и ключ побежал радостно отпирать замок я был первым осталось еще пять неужели все предстоит открыть мне на себя надеюсь я и сам не плашай неожиданно на помощь пришел ворон он начал подсказывать мне где находятся ключи на месте меня ждал еще один школьник и ворон ключ был где-то здесь но это была западня сосед схватил меня очень крепко выбраться без посторонней помощи просто невозможно пропавший без вести теперь я официально пропавший без вести попытка номер два в этот раз я буду играть за сыщика преимущество сыщика в том что у него есть фотографии места где находится ключик остается лишь найти это место в огроменном доме в этот раз мы бегали группой по три человека но всегда сложно предугадать есть ли с вами оборотень блин где же ключ ушли мне на затылок этот клон бегом беги чё там встал твою ж налево не орит и так чёрт подери еще один ребенок пропал без вести ситуация вышла из под контроль и остался один и зашел еще в тупик все мне кажись кранты оставался последний выход прыгнуть в окно этот выход не спас жизнь чуть не попалась под руку соседу поскольку я был не один решили атаковать соседа в надежде на то что собьем его всякими безделушками чувак выручай меня схватили слоте господи надо валить надо валить да что ж так мне не фартит то в этот момент мне казалось что я от него не убегу но все обернулось удачно побег был осуществлен но осталось всего три ребенка и один из них это оборотень у меня появилась новая фотография местонахождение ключа но где это место я к сожалению не знал появился ворон и вместе с ним еще один ребенок его звали джерри вроде бы он был нормальный и я решил ему довериться мы начали поиски ключа вдвоем он даже поделился со мной оружием мы обыскивали одну комнату за другой не спеша бежать ворону ведь там нас наверняка ждал оборотень от испугу случайно зарядил своему другану хорошо что у него на голове была кастрюля дошли до ворона сразу же джерри нашел ключ пока я осматривал интерьер джерри выпрыгнул в окно и побежал опирать двери это было очень опасно по звукам я понял что у него получилось отпереть один замок то чувство что же джерри мы остались всего вдвоем из пятерых детей нагнетал еще больше ужас появилась еще одна подсказка от ворона мы решили не томить и сразу бежать туда но нас ждал тупик нужно было искать обходной путь я из-за своей неаккуратности свалился с балкона и мы разделились джерри пытаясь пробраться наверх к ворону я наткнулся на еще новые места где еще ранее не был комната засаженная деревьями растениями а также я слышал чита шаги таилась надежда что где-то рядом бегать джерри так и случилось я наконец-то его нашел он обыскивал кухню а в данный момент холодильник наверное искал колбасу вернулись к тому месту с чего начали я решил надеть кастрюлю на голову на всякий пожарный наконец спустя долгих поисков я наткнулся на ключ это была маленькая но победа оказывается джерри убежал он не стал ждать меня вдалеке я услышал крики хелп я понял что джерри поймали я бежал со всех ног чтобы спасти его но было слишком поздно я остался один и даже несмотря на то что меня не поймали я все равно проиграл третья попытка в этот раз я взял изобретателя надежде что-нибудь намудрить намутить и как-нибудь обыграть соседа чтобы что-то изобрести необходимо найти шестеренки которые валяются по всему дому эй братья у меня теперь есть шлем никогда не знаешь где в каком месте наткнешься на убородни кастрюль на голове меня чертовски спасла она отбила один снаряд соседа не знаю что я ему сделал но он преследовал принципиально только меня в конечном счете он меня догнал пришлось начать сначала я нашел свою первую шестеренку чем больше шестеренок соберу тем лучше что-нибудь изобрету как ни странно но биноклем в этой игре нельзя пользоваться это была печальная печаль решил смастерить что смогу получился фонарик как карл из двух шестеренок мог получиться фонарик но в любом случае он мне пригодился я его выкинул точнее хотел попасть соседа но промахнулся увидел подозрительные чернила на потолке понял что вот эта девчонка это сосед решил я закидать фонариком пока она бездействует это тебе за джерри и за меня о все я ее ушатал ребята я поймал соседа не подходи не подходи к ней не вздумай ее поднимать чучело ты огородная очень гачкук она же тебя потом поймает ну что ты надел зачем ты ее поднял решил заглянуть в кладовую посмотреть может там есть шестеренки здесь было много всякого хлама но больше всего мне приглянулся гаечный ключ к сожалению при помощи него смастерить я ничего не смогу открыли замок нежаданно негаданно из за того что я выпил молоко и получил усиление вот этот товарищ подумал что я сосед и начал меня атаковать я пытался ему показать что я не сосед ты ошибся чел и вроде бы как он понял в одной из комнат увидел гитару и диджейскую установку к сожалению диджейская установка не работала а вот гитара в топку поиски братва забацаем джаз слушай мой джаз круто да твой уж налево это сосед помогите доигрался на гитаре блин ну чё сказать красавчик если ты еще не подписан на канал не забудь это сделать прямо сейчас но я с тобой прощаюсь тебе спасибо за просмотр и увидимся в новом видео пока а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok